МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Направляюсь в магазин, надо что-то купить, заканчиваются продукты, заканчиваются мыло, ну, такие всякие вещи. Сегодня с 1 апреля обязательно нужно носить маску, если ты идешь в магазин, будь какой магазин, или это магазин, где продаются для дома какие-то порошки стиральные и так далее, или это продуктовый магазин. Поэтому сегодня уже все носят маски. Я начал носить маску практически с первого дня карантина, и я сейчас увидел, что я делал это правильно. Многие не носили маски, говорили, что надо придерживаться только этого расстояния, минимум 1 метр, и все. Нет, друзья, я носил маски, я носил перчатки, поэтому я с первых дней карантина носил маску и носил перчатки, если я и шел в продуктовый магазин. Купил я перчатки в Биле, за 4 евро я заплатил, то есть 4 евро стоило 40 перчаток, 40 пар, и купил я последних 2 пачки тогда. Сейчас я смотрю, перчаток нету нигде. Если вдруг кто-то знает, где можно достать перчатки, можете мне написать в комментариях, кто меня смотрит в Вене или в Австрии. И, ну, 80 штук, я думаю, мне хватит на какое-то время, потому что я не каждый день хожу в магазин. И хочу сказать, что машины есть на улице, люди практически вымерли, потому что вот мы сейчас едем, машин много, но людей нету вообще. То есть люди, если идут, тогда они идут только в магазин или в аптеку. Все, кто здесь едут, едут или на работу, или, возможно, еще в магазин кто-то тоже едет, да. А так, конечно, получается, что людей нет. Вот мы едем все пустые улицы, повсюду пустые улицы, и все придерживаются этого карантина. Сейчас я направлюсь в магазин Интершпар. С сегодняшнего дня, друзья, маски выдаются. Также выдаются маски при входе в магазин, у кого нету своей маски. И без маски в продуктовые магазины уже не впускают. Маски выдаются бесплатно. Пока что маски выдаются бесплатно, и оплату масок производит, спонсирует это все хозяин той сети магазинов, куда заходит клиент. Но в ближайшем будущем может быть, что за маску придется платить от пару центов до одного евро. То есть это не будет какая-то там сумасшедшая цена. То есть для австрийцев, конечно, один евро это маленькие деньги очень. Но хочу сказать, что это одноразовые маски. И более двух часов, как говорят эксперты, их нельзя носить. Более двух часов. Есть также маски, которые посильнее. Вот у меня, например, маска. Вот у меня маска FFP3. Вот я покажу вам. Это лучшие маски, которые задерживают полностью все. Есть еще маска FFP2. FFP2, тип второй и тип третий. Это лучшие маски, которые как раз могут нас еще как-то защитить. Хотя мы знаем, что это тоже не стопроцентная защита. Но вообще стопроцентной гарантии никто не дает. Я проезжаю сейчас свою мойку. Все еще закрыто. Машины грязные. Даже негде помыть машину. И как вене, так и за веной все мойки сейчас полностью закрыты. Что еще? Если нет вообще у вас маски, и возможно при магазине эти маски не раздают, или они закончились, тогда даже можно обмотаться шарфиком. И нос, и рот. И тогда тоже вы сможете зайти в магазин. В магазине практически есть все. Когда я был в последний раз, я не нашел опять туалетной бумаги. Я не нашел мыло. И я не нашел еще... Что-то я еще искал. Имбирь. Не было имбиря. Сейчас посмотрю, как выглядит спустя 2-3 дня, сколько я не был в магазине. Что там появилось. Поэтому сейчас направляюсь. Погодка потрясающая. Сейчас на улице 6 градусов тепла. Но вчера, друзья, вы не поверите, был снег. В Вене был снег. И он и шел там после обеда пару часиков. Но сейчас опять все тепло, хорошо. И через пару дней обещает опять плюс 20. Что касается ситуации у нас с больными. Сейчас на данный момент, на 1 апреля, 8 часов утра. Сегодня я читал, что сейчас заболело у нас уже 10 200 человек. 10 200 заболело. Пока мест больницы хватает для сложных больных. Австрия пытается всеми мерами, всеми силами снизить показатель, уровень новых заболевших. И сегодня по статистике я читал, что есть такая статистика, которая проводится каждых 4 дня. Так, здесь есть очень хорошие, позитивные новости. Сегодня за последних 4 дней заболело новых только 7% человек. Если в начале это было 50-30, долгое время было 20-25%, сегодня только 7% новых заболевших. Это уже очень хороший показатель для Австрии, для правительства, что правительство действительно правильно все делает. И правильно правительство вело все эти меры, что касается сидеть дома, дистанции и так далее. И сейчас всеми силами все австрийцы стараются еще меньше снизить этот процент, чтобы идеально было бы до нуля. Если будет 2-3, это будет уже очень хорошо, но на данный момент это 7% за последних 4 дня. Подъезжаю сейчас уже к Shopping City Zut. Сюда я приезжаю в магазин в Интершпар, это один из самых крупных магазинов у нас в Вене, возле Вены. Он действительно огромный. И, конечно, Shopping City Zut, он закрыт. Это мой любимый-любимый торговый центр, где я, не знаю, ну, 15-17 лет приезжал каждую неделю погулять, пошопиться. Также посетить свой любимый магазин Pick & Cloppenburg, где я часто покупаю себе разные классные вещи. Но сейчас вы видите, что нету вообще машин. Пару машин, это, наверное, рабочие. И все. И он закрыт. За исключением продуктовых магазинов, которые расположены в самом торговом центре. Икея тоже закрыта, где я ездил на завтраки, где я постоянно тоже гулял. Я надеюсь, друзья, что это все временно. Я надеюсь, что к лету потихоньку это все успокоится и в большей мере это все пройдет. И хочу сказать, друзья, что сейчас пик этой болезни придет у нас в Австрию на середину, конец апреля. Об этом заявил Себастьян Курц, наш премьер-министр, который действительно очень много работает. И вообще наше все правительство сейчас работает день и ночь. И каждый день, каждый второй день принимаются какие-то новые меры, новые законы. Все решается. Сегодня я опять же прочитал, что правительство хочет ввести налог для супер-райхи. Супер-райхи это самые богатые люди, которых у нас очень много в Австрии. И для них будет введен налог на их бабло. Для того, чтобы хоть как-то покрыть вот эти все расходы, которые сейчас связаны с этой болезнью. Поэтому будем ждать, будем смотреть, что происходит дальше. Но действительно, правительство работает. Каждый день все новое, новое, новое придумывается. И вот смотрите, я сейчас проезжаю, и дорога просто пустая. Нету никого, когда здесь были пробки, когда здесь были все парковки забиты еще месяц назад. Вот сейчас все, вот такая тишина, нету никого. Я еду направо к Интершпару. И хочу еще сказать, что мы 16-го числа на карантине. Это прошло несчастных 2 недели. А кажется, что прошла уже целая вечность. Кажется, что ты уже целую вечность сидишь дома, не выходя на улицу, не имея никаких контактов ни с друзьями, ни знакомыми. И хорошо, что у меня еще есть возможность погулять с собакой и общаться с родителями. Дима с Андрой сейчас стараются к нам тоже не приходить. Они сидят дома, и мы их сейчас очень редко видим, хотя они живут рядом с родителями. Вот как-то так. Я уже приехал в Интершпар и сейчас направлюсь в магазин за покупочками и посмотрю, что там есть. Возможно, я найду туалетную бумагу и, возможно, я найду еще одноразовые перчатки. Я очень надеюсь на это. Есть пару машин. Все машины, которые здесь припаркованы, они все приехали в магазин. Они все приехали в магазин. И сейчас здесь мы где-то припаркуемся. Да, пусто. Макдональдс тоже закрыт. Полностью все закрыто. Одел свою маску. Я все-таки предпочитаю брать свою маску, которая лучше защищает. И каждый раз, одевая маску, друзья, я чувствую себя как космонавт. Чувствую себя как космонавт. Но сейчас такое время. Еще месяц назад никто не мог подумать, что такое может произойти. Что такое может произойти, что людей не будет на улице вообще. А те, кто выходит на улицу, будут одевать намордники. Но, к сожалению, имеем то, что имеем. Это произошло. Теперь самое главное, друзья, выжить. Самое главное, сохранять спокойствие. Ну и самое главное, беречь своих родных и близких. Это самое-самое главное. А я сейчас направлюсь в магазинчик. Одену еще перчаточки. И как хирург буду выбирать продукты. Одел уже перчатки. И постараюсь вам показать изнутри магазин. Скрытой камерой. Сильно не буду светиться, но хочу показать, что у нас еще есть в магазине. А что, возможно, разобрали. Мы сейчас направимся в Интершпар. Тут я не помещусь. Надо обойти. Так, возьму мыло. Возьму тебе витамины. Витаминчики возьмем. Бананы. Ну, вот так в магазине есть все полностью. Все продукты есть. Хлеб. Самое главное, что есть вино. Вино, шампанское. Все это здесь есть. Винишко. Самое популярное вино Австрии. Зеленый Витлина. Самое классное вино. Белое, сухое. Стоит всего лишь 5 евро. Грудка 8,80. Продуктов есть все. Некоторые пропали. Тост щинки, например, нету. Пара. А так есть все. Выбор большой. Все есть. Здесь опять что-то уже нету. Каких-то продуктов для веганов за 3 евро какая-то колбаса. Кстати, я так люблю вот эти яйца. Я их обожаю. Яйца от Милки. Очень-очень вкусные. Советую всем, кто еще не пробовал, попробуйте вот такие вот яйца шоколадные от Милки. Очень вкусные. Рыба тоже есть. Пробую палочку. Возьму еще себе пудинг. Тоже очень вкусный пудинг. Мой любимый тортик. Тортик за 13 евро. Очень вкусный. Я его тоже люблю. Мороженое. Знаменитые шарики. Моцарт Куголь. Шарики Моцарта. Стоит 4,89. 25 штук. Конфеты Линд. Короче, сладости есть. Для всех сладкоежек все есть. Только здесь шведенбомбан разобрали полностью. Шведенбомбан разобрали. Вот типа вот таких конфет, пирожных. А так все есть полностью. Моцарт. Любой. На любой вкус. Конфеты Моцарт. Смотрим, что здесь творится с туалетной бумагой. Туалетная бумага есть, друзья. Есть туалетная бумага. Правда, здесь уже все пусто. Но еще мы видим туалетную бумагу. Есть еще пару. Сейчас надо будет взять. Здесь тоже какая-то пропала. Короче, какие-то сорта туалетной бумаги пропали. А какие-то есть. Она стоит 2,90. 2,90 туалетная бумага. Я нашел туалетную бумагу. Все, друзья. Мы спасены. Потому что туалетной бумаги здесь еще много есть. Кому нужна, приезжайте в Винтершпар. Шоппинг-сити Зюд. И здесь вы найдете туалетную бумагу. Так, я возьму себе тоже, наверное, один рулончик. То есть, одну упаковочку. Возьму себе тоже. Пусть будет, на всякий случай. 3 евро. Как ситуация с перчатками одноразовыми? Одноразовых перчаток нет. По 5 евро здесь они были, но их уже здесь нет. То есть, перчатки разобрали. Видите, все есть. Даже туалетная бумага. Полностью все есть. Но я возьму, наверное, еще один пакет туалетной бумаги. Пусть будет. На всякий случай, друзья. Все есть. Полностью все есть. Никакого ажиотажа уже нет. Это все прошло. Нашел все, только нет одноразовых перчаток. Так, ну что, друзья. Кое-что я уже взял. Кое-что я уже взял. Курицу. Штрудель. Мука. Сахар. Витаминчики. Спилетную бумагу. Два пакета. И сейчас дальше. Здесь евро 29. Тоже шикарное австрийское молоко. Возьмем, наверное, это молоко. А так здесь есть козье молоко. Евро 89. Много разных видов молока. Я беру это. КОНЕЦ КОНЕЦ Наконец-то скупился. Скупился. На. Сейчас сниму маску. Скупился, друзья, на 40 евро всего лишь. Но набрал два огромных пакета. Всего такого самого необходимого. И вы видели, вы видели, что в магазине все есть. Что в магазине полностью есть все продукты. Есть даже туалетная бумага. Единственное, чего я не нашел, это перчатки и имбиря. Хотел купить имбирь. К чаю это полезно. Но имбиря я тоже не нашел. А так, как вы видели, есть полностью все. Никакого ажиотажа. Все, кто здесь приехали и паркуются, это все посетители магазина Интершпар. Я сейчас направлюсь в еще один магазин Мюллер. Там надо купить кое-что для Рокки. Купить корм для собачки, для моего друга лучшего. И поеду домой. Буду отдыхать. Конечно, отдыхать. Отчего отдыхать, друзья? Отчего отдыхать? Две недели уже отдыхаю, уже крыша едет. Поэтому просто поеду домой. Не буду отдыхать, а буду монтировать это видео. Вот мои покупки. Самое главное это штрудель. Я его так люблю. Я покупаю часто вот такой творожный штрудель. Здесь он стоит вообще полтора евро всего лишь. Вот такой красивый топфен штрудель. 600 грамм. Австрийский продукт. Как вы видите, Австрия. И написано творог австрийский. Это австрийская мука. Я его очень люблю. Очень просто. Бросаешь просто в духовочку. На сколько здесь написано? Это буквально на 30-35 минут. 200 градусов. И тебе готов к чаю шикарный творожный штрудель. Я взял две пачки этого штруделя. Взял там... Ну, короче, я уже показывал, что я там набрал. Взял даже витаминчики. Взял вот какие-то витамины. Ой-ой-ой. Немножко уже... Вот такие вот витамины за 1 евро. Для поднятия иммунной системы. Смотрю в зеркало. И вижу, что от этой маски... У меня сегодня другая маска. От этой маски остались следы. Ну ладно, это не смертельно. Хочу, друзья, вас поблагодарить за то, что вы мне написали столько позитивных, хороших комментариев. Под последними моими видео, особенно видео, где я ездил на велосипеде и показывал вам ситуацию. Видео, где я снимал экскурсию, онлайн-экскурсию. Последнее мое видео. Спасибо вам большое за комментарий. Мне очень приятно. Многие из вас интересовались, как сейчас обстоит ситуация с частными предпринимателями, с фирмами маленькими до 10 человек, которые пострадали от этой всей ситуации. Так вот, хочу сказать, что правительство Австрии уже выделяет деньги. С этой недели уже первые люди, кто подавал формуляры, отправлял в торговую палату, они уже получили деньги. Всего выделяется до 6 тысяч евро. И эти 6 тысяч евро можно будет получить в несколько фаз. Это будет несколько этапов. Первый этап это сейчас 1000 евро. И потом будут еще дальше идти деньги, будут идти как помощь. Ну, у кого большие фирмы, там уже будут другие суммы, потому что 6 тысяч их не спасет. Но все равно правительство выделяет. Сейчас можно уже онлайн заполнить формуляр, указав свою фирму, свои данные, свой налоговый номер. И это все отправить в течение пару дней, возможно, одной недели вы уже получите эти деньги. Первую помощь, как я рассказал, это 1000 евро. Потом уже последующие еще надо будет подавать. Вы получите деньги себе на счет, на банковский счет. Ну что, друзья, вот такая вот ситуация, что я еще узнал вчера, что, возможно, наши школы и университеты будут закрыты целое лето до сентября. Но выпускные экзамены будут проходить, возможно, в конце мая, как это и планировалось. И сейчас правительство еще решает, чтобы выпускные экзамены проводились. И ученики, которые в этом году заканчивают школу, могли уже осенью пойти поступить в университет и не терять время. Я считаю, что это тоже очень хорошо. Я уверен, что наше австрийское правительство что-то придумает. Они молодцы и у них всегда находится практически решение на каждую проблему. И я уверен, что у нас будет матура. Это выпускные экзамены. И все пройдет хорошо. Ладно, друзья, буду я направляться дальше. Вот такая сегодня получилась у нас поездочка в магазин. И вот такая вот информация. Буду благодарен, искренне благодарен за ваши комментарии, за вашу подписку. Кто еще не подписался, следите за моими видео. Смотрите старые видео также для того, чтобы просто разрядить ситуацию и вспомнить, как это было классно в прошлом году или пару лет назад. И смотрите, как я путешествую по Канаде, по Италии, Хорватии, Украине. Ну, везде, везде, везде по всей Европе. Ну, и также, конечно же, Испания. Конечно же, любимая Испания. Поэтому, друзья, смотрите мои также старые видео. А я с вами буду прощаться. И скоро увидимся снова. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok